В наше время легких разводов и распавшихся семей мы отчаянно ищем ответ на вопросы, как сохранить брак, как сделать так, чтобы семья была счастливой, как сделать так, чтобы отношения в семье приносили удовлетворение. Ответ на все эти вопросы зависит от людей, составляющих дом. Если члены семьи – настоящие христиане, приносящие плод духа, то семья будет прочной, счастливой и приносящей удовлетворение. Что такое плод духа? Павел писал «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Послание к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. В наших предыдущих беседах мы на примере применения различных аспектов плода духа к семье показали, что семья может быть счастливой, если мы будем настоящими христианами. Сейчас мы подошли к седьмой характеристике плода духа – вере или верности. Верность создает основание для Божьего расположения. Чтобы угодить Богу, в семье нужна вера и верность. Нам известно, что вера является основанием христианской жизни. Иисус сказал Петру после того, как тот исповедал свою веру в Него, «На этом камне я создам церковь мою» Евангелие от Матфея, 16-18. Вера во Христа, таким образом, составляет часть основания церкви. Вера, в смысле уверование, является первым требованием для того, чтобы стать христианином. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Прочитаем Деяние, 8 главу, 37 стих. Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». А также 16 глава, 31 стих. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься Ты и весь дом Твой». Затем к основанию веры добавляются все другие христианские добродетели. О них сказано в 1 главе 2 послания Петра с 5 по 7 стихи. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь». Подобным же образом можно сказать, что основание дому закладывает верность. Однако этого мало. Можно утверждать, что верность является основанием истинно христианского дома, дома, угодного Богу. Семья может создать достаточно приятный дом и без признания существования Бога или присутствия в нем Христа. Однако без верности дом не будет угоден Богу и не будет пользоваться его расположением. Посмотрим, что записано в 11 главе 6 стихе послания к евреям. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Что же это за характеристика, которая в Синодальной Библии названа верой, а в большинстве других переводов — верностью? Греческое слово «пистис», которое обычно переводится словом «вера», по определению Уильяма Баркли, несет в себе значение абсолютного доверия, абсолютного подчинения, абсолютного упования, абсолютного послушания по отношению к Иисусу Христу. Кроме того, это слово и однокоренное прилагательное «пистос» играют не последнюю роль в наших отношениях с другими людьми. В таком случае, когда слово «пистис» употребляется в контексте отношений между человеком и человеком, слово равнозначно слову «верность». Баркли пишет, это качество надежности, добросовестности, делающее человека личностью, на которую мы можем полностью довериться. Часто лучшим переводом будет просто слово «преданность». Преданность или верность таким образом представляются самым лучшим определением слова, использованного в нашем тексте. Верности нужно учиться, и ее нужно практиковать в трех аспектах, если мы хотим, чтобы семья была угодна Богу. Во-первых, в доме особое значение должно придаваться верности выполнению обязанностей. Прилагательное «пистис» иногда используется в значении верности, когда речь идет о выполнении обязанностей, например, на работе. Писание показывает, что управляющий должен быть верным или достойным доверия. 1 Коринфянам, 4 глава, стих 2. Оно называет верным управляющего, поставленного над хозяйством своего господина. Евангелие от Матфея, 24 и 45, Луки, 12-42, и добрым и верным того слугу, который поступает правильно. В Матфея, 25 главе, 21 и 23 стихах. Кроме того, верными в Писании названы благовествующие Евангелия. Сегодня слишком много работников, которых никак не назовешь верными или преданными в этом смысле. Многие работодатели утверждают, что не приходится рассчитывать на то, что работники будут приходить на работу вовремя или выполнять свою работу тогда, когда за ними не следят. Где дети должны учиться лояльности и верности, необходимой для того, чтобы быть хорошим работником? Конечно же, дома. Они учатся на примере, через наставления и на опыте. С раннего возраста у них должны быть обязанности, и от них необходимо требовать верного исполнения этих обязанностей. Во-вторых, в семье особый акцент должен ставиться на верности супругу. Брак строится на взаимной верности. Когда мужчина и женщина обещают хранить себя только друг для друга, то это обещание верности должно действовать до смерти. Это обещание касается воздержания от сексуальных контактов с кем-либо, кроме своего супруга. Когда муж или жена нарушают это обещание, то мы говорим об этом как о неверности, что противоположно верности. Обет верности, который дается невестой и женихом во время свадебной церемонии, сегодня часто нарушается. В наш XXI век для некоторых может быть даже удивительным, что кто-то хранит верность своему партнеру по браку. Действительно, мир во многих отношениях искушает людей становиться безнравственными. Почему люди неверны своим супругам? Мы живем среди людей, которые погрязли в прелюбодеянии и блуде, которые крутят романы и обманывают своих жен или мужей. И поэтому можно сказать, что, к сожалению, неверность становится принятой в обществе. Несмотря на желание поступать правильно, мы, испытывая давление со стороны сверстников, можем подвергаться искушению быть такими, как все. Самое малое, мы под влиянием окружающих нас людей можем начать думать, что прелюбодеяние на самом деле не так уж и плохо. Еще одна возможная причина неверности – это легкий развод. Сегодня во многих местах развод уже не считается позором. Прелюбодеяние не считается ужасным злом, если оно приводит, так сказать, лишь к разводу. Третья причина – влияние средств массовой информации. Индустрия развлечений постоянно показывает людей, состоящих в любовных связях без каких-либо ужасных последствий. Такие связи часто представляют, независимо от того, являются ли они причиной развода и приводят ли к новым бракам, как будто они чудесные, полные любви отношения, которые приносят больше удовлетворения и радости, чем супружеские. Назовем еще одну причину неверности среди супругов – соблазняющая одежда и поведение. Люди вокруг нас одеваются и ведут себя так, что это соблазняет других людей на неверность. В намерения современных законодательной моды никак не входит поощрение целомудрия. Многие модные тенденции направлены как раз на вызывание сексуального интереса. Люди часто умышленно одеваются и ведут себя таким образом, чтобы соблазнить противоположный пол. Человек, живущий в этом мире, ежедневно подвергается искушениям согрешить. Когда мир соблазняет нас на неверность, почему мы должны оставаться верными своим супругам? Прежде всего, потому что этого требует от нас Господь. Христиане должны быть верными в браке, потому что этого требует Бог. В послании к евреям 13 глава стих 4 сказано, «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Этой причины должно быть достаточно для тех, кто хочет угодить Богу. Но есть и другая – из-за святости брачных отношений. Мы должны быть верными мужьями и женами, потому что сексуальные отношения в браке святы. Посредством этого акта супружеская пара становится одним. Матфея 19 глава 5 стих в самом полном смысле. Это одновременно и символ, и причина – единство. Несомненно, что именно от того, что сексуальные отношения в браке святы, Иисус назвал прелюбодеяние единственным законным поводом для развода. Евангелие от Матфея 19 глава стих 9. Еще одна причина, почему нужно оставаться верными – потому что мы дали слово. Мы должны быть верными своим супругам, потому что мы пообещали это. Если мы честны и добросовестны, то мы не нарушим своего слова. Следующая причина – из-за возможных последствий неверности. Помимо духовного аспекта, мы должны быть верными своим супругам Из-за последствий неверности в этой жизни. Что это за последствия? Последствия неверности. Если один из супругов в браке совершит прелюбодеяние, то что потом? Есть две вероятности. Одна вероятность – никто об этом не узнает. Понятно, что обычно о прелюбодеянии становится известно, Но даже если оно не откроется, существует проблема совести. Прелюбодей или прелюбодейка, скорее всего, будут испытывать угрызение совести до конца своих дней. Также существует проблема использования другого человека. Невинный супруг – не единственный человек, против которого совершается грех в случае прелюбодеяния. Незаконный секс – это еще и грех против другого человека, который состоит в любовной связи. Вторая вероятность – это то, что о неверности станет известно. Что же произойдет тогда? Снова есть две вероятности. Первая – возможно, развода можно будет избежать. Но даже если развод не состоится, все равно осадок и напряжение в супружеских отношениях могут никогда не исчезнуть. Вторая – состоится развод. И тогда вся семья навсегда пострадает из-за одномоментной неверности одного из членов семьи. Иисус разрешил развод, но Он не призвал к нему. Кроме этого, обратим внимание на последствия развода. Даже в наш освобожденный век к прелюбодеянию у многих народов все же официально относятся неодобрительно. И, согласно исследованиям, прелюбодеяние остается главной причиной распада браков. Поэтому, если один из супругов в браке совершает прелюбодеяние, то существует большая вероятность, что далее последует развод. Когда неверность приводит к разводу, то наступают последствия для обеих сторон, как для виновной стороны, для человека, совершившего прелюбодеяние, так и для невинной стороны, то есть верного супруга, а еще и для других людей. Что же происходит с виновной стороной? Иисус ясно высказался по этому вопросу, но Его учение трудное. Смотрите Евангелие от Матфея, 19 глава, 9 стих. В этом стихе мы читаем «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Кроме того, супругу, которая уходит, возможно, придется платить алименты на ребенка. Эти дополнительные выплаты могут быть тяжелейшим финансовым бременем в течение долгих лет, может быть, даже до конца жизни. Кроме того, родитель может быть лишен возможности видеть любимого ребенка, за исключением редких случаев. Что, если неверный супруг женится повторно? Мужчина может решить жениться на женщине, с которой у него был роман, но будет ли удачным такой брак, брак, построенный на похоти? Раз она согласилась вступить в отношения с женатым мужчиной, то как он теперь может доверять ей? Кто может быть уверен, что она не вступит в связь с кем-нибудь еще? А как она может доверять ему? Он был неверен своей первой жене, зачем ему быть верным второй? Жениться ли он на ней или на другой, он должен понимать, что вторые браки после развода статистически имеют меньше шансов на успех, чем первые. А что же касается невинной стороны? Человек, не совершавший прелюбодеяния, тем не менее может испытывать чувство вины. И в самом деле, иногда невинная сторона должна чувствовать себя виновной. В некоторых случаях, например, жена не так уж и невинна, потому что она фактически толкнула своего законного мужа в объятия другой женщины. Однако, даже если она или он абсолютно невиновна, она все равно, скорее всего, будет мучиться вопросом, что я сделала или не сделала, что побудило моего супруга совершить прелюбодеяние. Действительно, почти каждый раз, когда распадается брак, то оба, и мужчина, и женщина, чувствуют себя неудачниками, как если бы они потерпели неудачу в одной из самых важных областей жизни. Даже при невинности супруга развод не обязательно приводит к лучшей жизни. Существуют финансовые трудности, особые проблемы в воспитании детей, если есть дети, трудности привыкания к состоянию безбрачия, трудности с поиском другого супруга. Как разведенный человек может быть уверен в том, что во второй раз найдет лучшего супруга? Один из несправедливых аспектов развода состоит в том, что проблемы, возникающие после него, часто намного серьезнее для невинной стороны, хотя все эти проблемы могут быть вызваны как раз виновной стороной. А что невинные свидетели? Естественно, страдают и дети разведенной пары. Кроме того, развод доставляет переживания родителям как мужа, так и жены. Даже дедушки и бабушки могут оказаться втянутыми в это событие. От этого могут пострадать церковь и местная община. Все страдают из-за развода. Цель этого урока — не осуждать развод в каждом случае и не подвергать сомнению право невинной стороны разводиться и вступать в повторный брак. Он направлен на то, чтобы показать губительные последствия неверности. Неверность супруга вызывает много проблем. Неудивительно, что Бог сказал «не прелюбодействуй» исход 20 глава 14 стих. Посмотрим также, что записано в послании к римлянам 13 глава стих 9. «Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Это было сказано для нашего блага. В-третьих, в доме огромное значение должно придаваться верности Богу. Не зря Томас Уоррен сказал «брак для тех, кто любит Бога и друг друга». Семья должна придавать особое значение любви к Богу и верности или преданности Ему. Родителям особенно важно быть верными Богу, как несущим ответственность за своих детей. Родители-христиане обязаны передать свою веру детям. Как это сделать? Прежде всего, через учение. Родители верующие должны научить своих детей в вере. Нам следует учить их всегда и всякими способами. Нам следует делать то, чего требовал Бог от родителей израильтян во Второзаконии 6 главе 6 и 7 стихах. «И добудут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и едя дорогой, и ложась и вставая». Учить можно в определенное время и в определенном месте, но учить можно и должно также, между прочим, то есть тогда, когда это необходимо. Эффективное учение может быть незапланированным и осуществляемым мимоходом в любое время. Возможности для научения могут появляться при любых обстоятельствах в связи со всеми видами деятельности. Кроме этого, родители-христиане прививают верность не только учениям, но, главным образом, своим собственным личным примерам. Дети многому учатся на приоритетах, которые они видят день за днем и неделю за неделей. Например, насколько важна вера для родителей. Даже маленькие дети могут ответить на этот вопрос потому, насколько часто их родители молятся или читают Библию, уделяют ли они время библейским чтениям, кем родители увещевают их быть и как поступать, когда они вырастут, и, особенно, на какое место они ставят церковь в своей жизни. Христиане не могут быть верными Богу, не будучи верными в церкви. Если мы хотим быть примером верности Богу в семье, мы должны начать, а не закончить, с верности посещения церкви и пожертвованиям. Верность означает преданность. В семье мы должны быть верными обязанностям, которые приняли на себя, верными своим супружеским обетам и верными Богу. На такой верности можно построить дом, угодный Богу. И наоборот, без такой верности, верности в работе, в браке, в вере, невозможно угодить Богу. Неверные в своем управлении, делами, неверные в браке и неверные Богу не могут спастись, если не покаются. Среди тех, кто не наследует Царство Небесное, книга Откровения, 21 глава, 8 стих, называет неверных. Слово, просто противоположное по значению тому слову, которое мы применили к семье в этой беседе. Чтобы начать жить в верности Богу, у нас должна быть вера. Уверуйте в Иисуса, а уверовав, вы должны повиноваться Ему. Кто-то сказал так. Эти уроки для меня являются драгоценной находкой. Возможно, они могут быть и для вас тем же. Все уроки со слайдами вы можете найти на приложении Капли Сота. Субтитры создавал DimaTorzok